Гидон Рихтер, Венгерский культурный центр и Kunstfach Art Residency Будапешт представляют Трилогия. Будапешт, Брюге, Берлин. Австро-венгерские художницы начала 20 века. Привет! Меня зовут Евочкина Оксана и я куратор образовательного центра Kunstfach Art Residency Будапешт. В Kunstfach я учу студентов живописи и знакомлюсь с работами художника. Я хочу рассказать вам про трех художниц, которые родились и работали в Австро-Венгрии. Но по разным причинам не представлены в коллекции Национальной галерии Будапешта, а на некоторых из их работ стоит имя мужа художницы, а не ее собственное. Это три истории про преданность искусству, феминизм и, конечно, любовь. Люсия Махоли создала имидж Баухаус, пожалуй, первой школой дизайна 20 века, которая разрабатывала функциональные интерьеры и утилитарные предметы массового производства. Именно по фотонегативам Люсии мы знаем, как выглядело передовое учебное заведение дизайна, в каких пространствах работали студенты и что они создавали. Однако на протяжении 30 лет на ее фотоснимках и книгах стояло имя мужа художницы или основателя школы, а не ее собственное. Даже после десятков лет, потраченных на восстановление авторства, Люсия Махоли смогла присвоить себе права лишь на часть работ. В Венгрии в собрании Национальной галереи есть только одна работа. Давайте попробуем написать картину, вдохновленную стилем Люсии Махоли. Возможно, создавая омаж фотохудожницы, мы лучше поймем ее заслуги в искусстве. Люсия родилась в 1894 году на территории Австро-Венгрии. В Праге она изучает филологию, философию и историю искусств. Позже это позволит ей редактировать книги по искусству на разных языках и писать свои. В 27 лет Люсия встречает венгра Ласла Махоли Нати. Известный союз с директором школы Баухаус был очень продуктивным творчески. На протяжении 8 лет они экспериментировали с фотографией, светом, фокусом, оптическими эффектами и композициями без использования камеры, фотографиями. Однако в школе Баухаус они оба жили лишь на ставку Ласла Махоли Нади. Официально трудоустроена там была лишь одна женщина на текстильном отделении. До 1929 года фотографы из школы Баухаус не имели профильного образования, что позволило Люси не ограничивать себя стандартами 19 века, а создавать смелые неповторимые решения. Так, ее портреты выстроены не в анфас или три четверти, как делали это раньше, а под разными углами и с неравномерной освещенностью. В целом, куда менее предсказуемое, чем это было принято раньше. Кстати, именно Люсия сделала самые известные фотопортреты своего мужа. Историк искусства Ирина Кулик упоминает портрет Ласла в комбинезоне как лучший снимок, отражающий его подходом дизайна в Баухаус. Практичный и функциональный. Люсия Махоли становится последователем движения «Новая вещественность» художественного течения в Германии во второй половине 1920-х годов, когда художники стремились воспринимать вещи такими, каковы они были на самом деле, без идеализации и романтики. Им было присуще преувеличенное резкое изображение реальности. Все это подходило и концепции Баухауса. Занимаясь предметной съемкой, Люсия экспериментирует с масштабом и использует тени как часть изображения. Она одна из первых создает архитектурные фотографии с широким углом. Асимметричные, с диагональной композицией или сильным контрастом ее работы отражали и авангардные течения. Кстати, она писала статьи о Белле Лисицком на немецком и была в курсе того, что происходило в авангардной Москве. Вальтер Гропиус полагал, что необходимо документировать все, что происходило в стенах Баухауса. И Люсия Махоли впервые использовала фотографию как способ документации. Фотографии попадают в книги, брошюры, плакаты о Баухаус, делают школу популярной. Благодаря снимкам Махоли в школу пришли заказчики рекламной съемкой. Благодаря чему школа выжила, когда в стране был кризис. Люсия создает серию фотографий пространств из зданий Баухаус и использует архитектурные фрагменты как часть абстрактных изображений. В ее руках экспозиция, контраст окон и стен становится инструментами для построения ритмического изображения. В 1925 году Ласло Махоли Надь публикует книгу «Живопись, фотография, фильм», где не указывается авторство жены. Это дало трещину в их отношениях. В 1929 году она разводится с мужем, переезжает в Берлин, а бывший декан Баухаус Йоханнес Иттен берет ее на кафедру фотографий преподавателем. Однако работа Люсии в Берлине длится всего четыре года. Нацисты арестовывают ее партнера за коммунистические взгляды и в целях безопасности она больше не возвращается в квартиру. Там остаются все ее негативы. Основатель Баухаус Вальтер Гропиус увозит все негативы в США. В 1938 году он открывает ретроспективную выставку Баухаус Мома в Нью-Йорке на основе 50 снимков Люсии Махоли, но ни разу не указывает ее авторство. Сохранилась и переписка Люсии и Вальтера, где она тщетно просит вернуть ей авторство. После войны Люсия посвятит годы, чтобы отсудить свои негативы и статьи у Гропиуса. Но даже выиграв суд и получив часть негативов обратно, Люсия по-прежнему боролась за то, чтобы вернуть своим работам свое имя. Благодаря Люсии мы знаем, чем был примечательен Баухаус, кто в ней преподавал и какие предметы создавал. Без нее Баухаус остался бы на задворках истории и в памяти тех, кто там учился и работал. Ее архив ценен не только как каталог учебного заведения. Люсия Махоли была одним из первых фотохудожников, которые создали стиль и имидж эпохи. Редактор субтитров А.Семкин